приветствую любители москвы вы смотрите передачи московская фена среда еженедельная передача по средам о сезонных изменениях которые происходят в природе московского края на текущей неделе ну и к нам все-таки наконец-то вроде как приходит лето уже который раз обещают нам такую жаркую настоящую летнюю погоду но как-то пока особо не получается какие-то отдельные дни действительно бывает что вроде как вот-вот уже наступило там один-два дня постоит и потом снова похолодание снова дожди но теперь вроде уже вот говорят уже все теперь точно наступит лето настоящее да но по календарю уже полно так сказать уже пора давно до такого в общем то быть уже такой более жаркой погоде меньше дождей и вот вроде как в конце этой недели она и ожидается вот и ну однако вот эту первую половину все-таки нас снова докучали дожди причем они были достаточно обильные не только у нас но и по всей средней полосе по крайней мере да и вот многие завистью услышали новости там метео новости даст разных регионов западной европы и даже сибири там с нашей страны тоже где который просто изнывает от жары там очень жарко не перышно жаркая погода ну вот наверное вся жара находится там а нам в общем то природа пока стоит несколько так в общем то сторонкой до обходит нас этой территории но знаете я с другой стороны ни в коем случае не завидовал потому что ну скажем так в жаре все таки тоже есть и минусы и далеко не так много плюсов этот под постоянный до вот эта изнуренность постоянно жажда вот плюс там разные мухи комары но и все такое так что в общем тоже далеко не не все хорошо в жаркой погоде но в то же время конечно в это должно быть потеплее и в общем конце недели обещают нам действительно такую настоящую жару вот которая возможно даже дойдет едва ли не до 30 градусов но уже сегодня мы видим перемены некоторые которые возникли да уже появилось такое яркое солнце хотя еще все таки пока и закрывающиеся тучами время от времени вот ну если сегодня завтра такая погода будет может быть не вполне устойчивая тот уже с пятницы и дальше выходные дни обещают быть действительно жаркими температура может повыситься даже до 27 28 а местами даже до 30 градусов хотя на 30 градусов рассчитаны не стоит но 25 27 это уже вполне реально температура ну и кроме того соответственно сейчас у нас самые как говорится длинные дни в году вот они настали как раз да за такой погоды дождливые и пасмурные в целом они подчас для нас и незаметно как-то так вот прям пришли до обычная все таки сопровождает это время и и такая более жаркая теплая погода ну а в этом году как-то пока не получается как с мая месяца холодная погода в общем-то у нас стоит так она в принципе в июне никак не может такая установиться погожая настоящая летняя погода вот а так да действительно сейчас такие получается что ты именно сейчас период самых коротких ночей самых длинных дней и и солнце восходит раньше четырех утра в 3 45 если быть точнее но заходит она 21 20 ну то есть почти полдесятого вечера и получается что долгота дня составляет даже более семнадцати с половиной часов и это максимум потому что уже буквально через пару-тройку дней у это с пятницы субботы день на счет постепенно уменьшаться все начнёт постепенно уменьшаться и этот процесс он соответственно продолжится уже и дальше да сначала понемножку незаметно но а потом уже к середине июля на 1 час к началу августа на 2 часа будет меньше день поэтому все то есть то что мы видим сейчас это самые такие вот сам большой день вот это такое вот получается летнее солнцестояние да ну и луна у нас сейчас продолжает уменьшаться и будет уменьшаться ну фактически до до последнего дня этого месяца до тридцатого июня да пока еще и неплохо видно особенно по утрам ну а с каждым днём она все меньше и меньше будет становиться что касается народного календаря то сейчас время купаний время самой жары по народному календарю 20 июня считали что уже на в день федота можно смело купаться в реках к озерам кстати вы заметили что как-то сейчас в общем-то на скупании почти ничего не слышно почему ну потому что погода плохая и в принципе вода вода пока еще как-то не очень прогрелась хотя москва сейчас выше 20 градусов темпе но около 20 примерно да опять же по разным местам по разному но в пределах города конечно она как всегда традиционно теплее ну а под москвой чуть похолоднее но все равно купаться все таки как-то пока еще не очень но сейчас если день будет прогреваться то уже купаться можно будет уверенно также в это время бывали грозы в частности вот вчера 21 июня федора стратилата который грозами грозами богат федор стратилат грозами богат ну видите опять же гроз у нас почти нет почему потому что нет жары нет жары нету соответственно и возможности обзывания гроз однако вот сейчас идет теплый к нам так сказать теплая воздушная масса которая вполне может образовать грозы и вот я прямо сейчас вижу что тут формируется такое грозовое облако и поэтому по местам может принципе гроза кое-где даже сегодня прогреметь но это связано уже я из пришествии именно именно такой жаркой погоды теплой очень теплой массы который идет на холодную и в этом смысле может спровоцировать такие грозовые явления сегодня у нас 22 июня день кирилла и это день день расцвета лета самый такой длинный в день году самая жара в июне день не меркнет говорили ну и соответственно с этого времени потихонечку становилось меньше комаров кстати вы заметили что этом году фактически нет вообще комаров ну может они где-то есть там в лесу да но вот так вот в городе их практически нет ну опять же это связано с тем что май был холодный июнь тоже то есть опять же во многом связано с периодом такой нетипичного все-таки для нашего климата лета пока еще довольно такого прохладного в целом а комары все-таки любят жару теплую погоду и но равны как и мухи вообще насекомые завтра 23 июня день тимофея когда боялись всяких знамений особенно гроз 24 июня пятницу будет день варнавы когда земляника созревает да а скажите а как это земляник только созревает а мы уже во всю видим клубнику вон и она уже скоро отойдет да во всю продается сейчас а все дело в том что земляника созревает на две недели позже примерно чем клубника потому что клубника это культурное растение да она растет так в диком виде не растет только в садах специальных плантациях садах вот ну при садебных участках там на дачах да вот и поэтому естественно что она созревает пораньше да потому что специально вот и за ней ухаживают так далее а дикая земляника вот ну это лесная все таки культура да вот она созревает но скан так вот попозже да поэтому она как раз только только сейчас начинает наливаться 25 июня будет у нас суббота и этот петр солнцеворот вот с этого времени как раз да именно с субботы уже день будет потихонечку уменьшаться на одну минуточку ну и дальше будет уже идти все больше и больше уменьшить ну и так же в этот день ходили на рыбалку почему а потому что 25 июня по старому стилю это был ну скажем день петра тоже да но петр считался вообще в принципе как рыболов да но не считался он был рыболовом да который жил я имею ввиду апостолу пётр который во времена иисуса христа жил во времена земной жизни иисуса христа SJ. поэтому соответственно вот ну а петр это рыбалка factor что-то такое связано с рыболовством поэтому часто ходили на рыбалку но думали что как ему везло в ловле рыбы так соответственно и рыбакам повезет ну еще готовили всякие блюда естественно из рыбы но сейчас рыбалка она все-таки больше носит такой любительский характер да не столько там рыбу поймать в плане там так сказать готовить какие то рыбные блюда сколько просто ну сказать больше такой спортивный интерес да то есть просто рыбу наловить там Но не есть ее, а именно просто Сам процесс поимки рыбы А раньше все-таки рыбу еще и готовили уху Там разные блюда То есть не просто там ловили, лишь бы только что-то поймать Да, такой вот интерес А все-таки еще и практически была польза Ну и закончится неделя 26 июня День Акулины, когда сели гречиху Сейчас еще время посеять гречиху Кажется странным, но как-то вот уже вроде все посели Но вот видите, еще не все Гречиху, вот гречку сели вот как раз Лишь к концу июня Ну потому что вообще такая Это очень теплолюбивая культура И вообще она довольно прихотливая Она не выдерживает там ночных каких-то заморозков И вообще похолодание, очень к этому чувствительно И поэтому если рано посадить Можно весь урожай потерять, поэтому сажали Несколько пуш Ну и давайте посмотрим на район Тропарева-Никулина Сделаем обзор Как бы заключение по зеленым уголкам Этого района, вот он перед нами Ну и как мы видим, главное конечно Тропаревский лесобар, где мы сегодня побывали Вот эта территория, это конечно самое главное Это такой зеленый центр всего этого района Тропарева-Никулина На западе Москвы Вот, видите, он простирается от этой Тропаревской улицы Никулинской улицы Большой такой уголок Востряковского шоссе И дальше доходит до Кольцевой дороги И до Ленинского проспекта Вот, так что хорошие заходы На него есть в основном со стороны Тропаревской улицы, улицы Академика Анохина Вот здесь, около метро Тропарева, очень хорошо войти в этот парк То есть, доезжайте до метро Тропарева И сразу сюда заходите Ну, когда будем гулять около этого метро Я покажу конкретно, как вот туда идти Чтобы было понятно Более наглядно, скажем так Но пока просто вот как вам Вот, а также около метро Тропарева Есть еще и парк Никулина Ну, так называемый парк Потому что на самом деле парком его назвать сложно Но скорее такая вот прогулочная территория Которая простирается от метро Юго-Западное Вот оно, метро Юго-Западное И до метро Тропарева Вот на всем протяжении между этими двумя метро Можно гулять вот по этому Ну, практически отсюда Но чуть-чуть подальше Вот здесь вот Это между Рузовской улицей И проспектом Вернадского Переходящим в Ленинский проспект И вот можно идти Вот между ними как раз находится такая вот Озелененная прогулочная территория Вот, тоже мы по ней уже гуляли Если кого-то не было на встрече Или кто-то забыл Пожалуйста, смотрите соответствующую передачу Также мы уже гуляли вот по Никулинскому парку Или парку школьников его еще называют Который находится здесь вот между Мичуринским проспектом Также Никулинской улицей Вот здесь мы гуляли Ну, здесь его можно пустить Немножечко сюда даже зайти Ну, и также мы гуляли вот по Олимпийскому парку Или парку Олимпийской деревни Ну, он находится в двух районах на самом деле Одна часть находится, видите, разделенная вот этой Речкой Очаковка и прудами, да? На речке Очаковке То есть, часть находится в районе проспекта Вернацкого А часть находится по другую сторону этих прудов Находится как раз в районе Тропарева-Никулина Поэтому эта территория для отдыха Она как бы принадлежит двум районам, да? Ну, в итоге мы погуляли, естественно, сразу в одном районе Когда рассматривали проспект Вернацкого Поэтому, ну, помните, наверное, да? Вот это еще территория Ну, и еще тут, видите, вот эта территория Это так называемый юго-западный лесопарк Он находится тоже в двух районах Там часть находится в Тропарево-Никулино тоже, а часть в Обручевском районе Обручевский, это уже юго-запад По другую сторону Ленинского проспекта То есть, он разделяется вот Ленинским проспектом на две части Поэтому давайте, по нему мы еще не гуляли Давайте по нему погуляем вот когда будет рассматриваться Обручевский район Но имейте в виду, что это юго-западный лесопарк Тоже вот часть вот этой территории Поэтому, соответственно, вот вам основные зеленые уголки И, как видим, район очень хорошо озеленен Почти половина его территории Несмотря на то, что вроде бы Это такой окраинный район Вроде бы такой с многоэтажными домами Такой, в общем-то, район Достаточно плотной такой городской застройки Жилой застройки Причем дома очень многоэтажные Все многоэтажные дома То есть, там где-то от 16 до 17 22 этажа, они редкость 25 даже этажей То есть, очень много таких крупных домов Высотных, да Но при этом район хорошо озеленен А почему? В отличие от тех же районов, допустим, как Некрасовка, Жулебино Ну и подобных районов, которые уже совсем новые районы Которые плохо озеленены Там Митино Ну, Митино все-таки еще туда-сюда А вот там даже Некрасовка Котельники, Жулебино Вот эти районы, конечно, очень плохо с озеленением Потому что все-таки он создавался в советское время А тогда, в общем-то, все-таки было понимание того Что людям надо не только где-то жить, но и где еще отдыхать Вот И поэтому, если сейчас просто строятся сплошные жилые микрорайоны Там практически вообще без всякой зелени Да, просто вот на Полностью выжигается пространство На нем строятся огромные человейники То, соответственно, тогда все-таки было понимание Что этого мало Мало просто застроить район Надо обязательно дать людям, где им еще и погулять И, соответственно, экология, чтобы хоть какая-то была Да, вот Кислорода все-таки обеспечить и так далее Защиты там от проезжей части От всяких дорог Ну, то есть, было людям какое-то качество жизни Такое нормальное все-таки более-менее условие жизни Да, может быть, это, конечно, не XIX век Это там не сады замоскворечья, понятное дело Не какие-то там приусадебные участки Это там не бутовские дачи и так далее Но все-таки, так сказать Ну, хотя бы хоть как-то Хотя бы, да, пусть это городская застройка Многоэтажная Но рядом вот есть куда выйти Да, вот здесь, конечно, люди плотно живут Но у них по другую сторону улицы Вот, пожалуйста, вы можете перейти и тут же попасть Вот в такой приятный, прекрасный для отдыха Так сказать Тропаревский лесопарк Вот И насладиться там общением с природой Одиночеством Ну, просто таким-то приятным общением в компании Вот, так сказать Мационами Физкультурой на свежем воздухе и так далее Ну, то есть, всем тем, чем нам дорого Так сказать, эстетически, так сказать Посмотреть на все Красоту На очаковку На пруды и так далее Тем нам дороги Все эти вот зеленые уголки Особенно, конечно же Еще старые уголки Которые не подверглись, так сказать Благоустройству Особенно Собянинскому Вот Поэтому, ну вот, видите Тут достаточно много зелени Практически половина района Как мы видим Примерно, да Ну, чуть поменьше Но примерно вот Занято зелеными насаждения Так что покулять здесь, конечно, есть Иногда показывают зеленый уголок Это вот эта территория Но это кладбище Это Востряковское кладбище По которому, конечно же, никто не гуляет Вот Ну, странно было бы гулять по кладбищу Нет, ну, конечно, можно погулять Но как-то все-таки на кладбище Обычно ходят не для гуляний Вот И, понятное дело, все-таки Немножко для других целей Чтобы там помянуть усопших Вот И как-то Все-таки С такими основными мыслями Ну, а как-то просто проведать родственников Умерших Да, вот это Ну, может, иногда собраться все-таки Как-то вместе Кто не виделся друг с другом Вспомнить о былом тоже О каких-то событиях старых Связанных, так сказать С усопшими Ну, в основном для этих целей ходят Поэтому это, конечно, не зеленый уголок Ясное дело Просто на некоторых картах показывают Что это все зелень Ну, зелени действительно много На Востряковском кладбище Но, еще раз повторяю Это все-таки кладбище А мы говорим о зеленых уголках Которые здесь четко выделены Именно таким вот И таким Интенсивным зеленым Таким насыщенным цветом Ну, вот такие вот уголки Ну, остальные уголки, конечно Тут есть еще кое-какие Маленькие совсем территории Да Ну, все-таки давайте уж так Что это Ну, Бакинских комиссаров Там небольшие скверы есть Там, да Немножечко Здесь вот на Ленинском проспекте Небольшие скверы Ну, они уж совсем небольшие Поэтому В принципе Наверное Не стоит о них даже особенно И упоминать Они такого совсем уж местного значения Больше степени Ну, кто вот рядом живет Там мы, в принципе, гуляем Вот Ну, до новых встреч Ну, до новых встреч